всем привет с вами ирина и канал my diy life у меня на канале вы можете найти видео посвященные самым разным материалам но вот один из них использовался до сих пор непростительно редко и сегодня я хочу исправить это досадное упущение речь идет о бетоне и сегодня я покажу вам очень классный декор для дома и сада с использованием бетона и дерева но это еще не все сегодняшнее видео я снимаю не одна а совместно с каналом оксаны мать аж честно говоря я сомневаюсь что среди моих зрителей найдутся те кто не знакомы с творчеством оксаны потому что ее канал является одним из старейших как мне кажется каналов на русскоязычном ютюбе посвященный diy тематике во всяком случае когда я два года назад начинала вести свой канал именно видео оксаны попались мне одними из первых и с тех пор я ее смотрю но если вдруг каким-то странным образом алгоритмы ютюба ни разу не выдавали вам ее видео то очень рекомендую сходить к ней на канал и посмотреть оксану по праву называют королевой бетона и поэтому видео про бетон мне кажется было бы неполным без ее участия и хочу сказать лично про меня помимо diy видео оксаны мне очень нравится ее сюжетные так сказать видео когда она снимает как будто маленькие фильмы у нее был потрясающий клип на новый год я до сих пор не могу оправиться от видео посвященного хэллоуину когда она создавала образ фредди меркьюри в конце концов одно из последних видео про веснушки она просто заряжает оптимизмом и оксана честно я считаю тебе нужно развивать это направление у тебя очень классно и очень талантливо это получается но это было лирическое отступление встречайте оксана мать аж всем привет меня зовут оксана мать аж и я девай блогер с почти десятилетним стажем я фанат бетонной фанеры обожаю переделки ремонт и древесную пыль и шум инструментов меняю интерфейс своего дома едва ли не раз в год перекрашиваю все что неправильно лежит и вдыхаю новую жизнь в старые вещи сегодня я хочу вам предложить два подноса для летних раскладок из моих любимых материалов дерева и бетона но из меня также очередная парочка тонкостей работы с бетоном заглядывайте ко мне на канал буду вам рада ну что же звучит очень интересно и интригующе уверена что будет масса интересного и полезного как всегда так что после просмотра моего видео переходите по ссылочке в описании под видео чтобы посмотреть видео оксаны ну а пока смотрим любое изделие из бетона или цемента начинается с опалубки в качестве материала для опалубки я взяла потолочную плитку она продается в любом строительном стоит копейки прекрасно обрабатывается и дает гладкую поверхность но только старайтесь выбирать без рельефного узора если конечно это не является авторской задумкой начинаем с торцов домика вспоминаем как рисовали домики в детстве и вырезаем эту простую форму канцелярским ножом я размечала и вырезала все прямо на потолочке без каких-либо шаблонов вырезаем две одинаковых детали их позже склеим в одну для прочности опалубки на одной из деталей размечаем и вырезаем окошки и дверки в желаемых местах окошки я старалась сделать небольшими чтобы не сильно было видно внутренность домика она будет не очень аккуратно примерно 2 на полтора сантиметра после того как все окошки вырезаны склеиваем эту деталь со второй которая осталась сплошной вторая деталь у меня немножко длиннее поскольку я хочу сделать по нижней части домика небольшой цоколь дальше делаем бортики опалубки из потолочки нарезаем полоски примерно 2-3 сантиметра шириной у меня как раз ширина линейки оказалась удобной для этого и затем приклеиваем эти бортики по периметру домика обрезая лишнее по месту после того как контур готов клеим снаружи второй слой бортиков я старалась чтобы места стыка двух кусочков на слоях не совпадали чтобы быть уверены что ничего потом не вытечет из формы остается заполнить окошки вы же помните что там где в форме углубления на бетоне будут выступы и наоборот чтобы получить дырки нужны объемные элементы эти самые объемные элементы я склеила из четырех пяти слоев потолочки нарезала много прямоугольничков соответствующего размера склеила между собой и получившиеся кирпичики вклеила в углубление которые мы вырезали в самом начале наконец чтобы точно все было герметично я проклеила бортики скотчем загибая его на дно принципе шаг не обязательный но зато формы получаются очень прочные опалубка готова для домика нужно будет две таких детали на одной я сделала дверку по тому же принципу что и окошки помимо торцов домику понадобятся боковые стенки их делают точно так же но просто прямоугольной либо квадратной формы высота прямоугольника или квадрата должна соответствовать высоте стенки первой детали ну а ширина может быть любой смотря какой конфигурации вы хотите домик точно так же делаем две детали одну с окошками вторую без склеиваем окантовываем торцами клеиваем кирпичики на место окошек и в завершении проклеиваем торцы скотчем по такому принципу можно делать совершенно разные домики даже и более сложные чем у меня формы из нескольких модулей единственный момент не забывайте учитывать толщину стенок если вы делаете квадратную боковую опалубку как я до этого домики получится в прямоугольные основания поскольку квадрату прибавляются по два сантиметра с каждой стороны на толщину торцу а вот чтобы получить квадратный в основании домик боковые стенки надо делать поуже для того чтобы понять что получится в итоге достаточно составить опалубки вместе и вы увидите какой строите домик опалубки готовы поскольку стенки получатся достаточно тонкие я решила сделать дополнительное армирование. Можно накидать в бетон любых проволочек, но у меня была сетка, купленная некоторое время назад для разных декоративных целей. И я решила использовать ее. Нарезала кусочки сетки по форме домика, сделала прорези под окна и двери и вложила внутрь опалубки. Изначально у меня была идея сделать торчащие из бетона кусочки сетки, за которые стенки можно будет прочнее соединить, но с первого раза не учла толщину стенок и кое-что пришлось отрезать. Можно просто заложить торчащие проволочки и потом скрутить их между собой. Главное помните, что на торцевых деталях они должны торчать не с края, а с отступом на толщину стенки. Возня с опалубками закончена, самое сложное позади. Теперь замешиваем раствор. Пластификатора для бетона у меня не было и я добавляла в воду для прочности клей ПВА. Столовую ложку на каждый килограмм смеси. Дальше засыпаю цементно-песчаную смесь. У меня марка М300. И замешиваю раствор. Мешать большой объем удобнее специальной насадкой на дрель, но можно и руками. Заполняем форму примерно до половины и хорошенько стучим об стол. Я просто приподнимала форму над столом и ронялась небольшой высоты. Это очень хорошо выгоняет пузыри. Потом кладем опалубку из сетки или проволоку. Немного вдавливаем в раствор и заполняем форму доверху. Вот здесь кстати видно, что я уже загнула торчащие края сетки как нужно с отступом от края. И еще раз хорошенько стучим формы об стол. Так заполняем все формы. Хочу немного остановиться на цементной смеси для домиков. Поскольку толщина у стенок небольшая, несмотря на армирование, возможны трещины в готовых стенках. И поэтому очень важно брать хорошую, качественную, свежую смесь для раствора. Я на первый замес взяла мешок смеси, который с прошлого года лежал у меня в сарае. И готовые стенки потрескались. Их правда удалось реанимировать, но вот второй заход уже с мешком свежей смеси, той же М300, дал результаты на порядок лучше. Так что цемент или смесь покупайте непосредственно перед работой. Пока я тут болтала, я наполнила все формы раствором. И теперь их нужно разложить куда-то, где они не будут мешаться. Хотя бы на недельку, чтобы бетон набрал прочность. На полное отверждение нужно недели 3, но у меня, конечно, не хватило терпения. Важно, чтобы поверхность была горизонтальной. Иначе раствор утечет на одну сторону и стенки будут неравномерной толщины. Но вот неделя прошла, бетон застыл и запчасти для домиков можно доставать. Здесь у меня частично уже второй замес, поскольку, как я сказала раньше, на старой смеси у меня потрескались детали и пришлось делать новые. И чтобы оконные проемы получились аккуратнее и лучше вынимались, я их обклеила дополнительно скотчем. Вы видите, я думаю, на съемке. Но тут тяга к перфекционизму сыграла мне плохую службу. Обернутые скотчем окошки вынимались не лучше, а хуже. В принципе, ничего страшного лично для меня. Я просто выламывала их из формы и потом уже выдавливала из бетона отдельно. Но если вам нужно использовать формы повторно, лучше так не делайте. Либо смазывайте кирпичики минеральным маслом перед заливкой. Окошки можно потом, конечно, вклеить обратно, но если вдруг выломается неаккуратно и повредит стенку, на готовом изделии будет шовчик, придется подшлифовывать. Но зато со скотчем оконные проемы получились идеально ровненькие, без следов ребристости от склеенных вместе слоев потолочки. Ну а вот этот домик из самого первого замеса. Он потрескался меньше остальных. Видите, всего пара небольших трещин. Его можно вынуть, не повредив форму. Нужно продавливать пальцами все окошки и постепенно вытягивать застывшую заготовку из формы. Процесс не очень быстрый, но зато после этого форму можно залить повторно. И так постепенно сделать хоть целый городок. Так что придется выбирать, что вам важнее, идеальные окошки или многоразовость. Ну или, возможно, вы придумаете свой собственный вариант формы, которая совместит все достоинства. Тут, конечно, впору пожалеть, что мне хотелось как можно больше окошек, потому что дольше всего я выдавливала эти кирпичики. Отличная тренировка для пальцев. Я их почти возненавидела под конец. Ну а, конечно, когда в доме много окон, это смотрится очень декоративно. И вообще, процесс вынимания из формы необыкновенно приятный. Это почти как отклеивать малярный скотч после покраски. Наконец, все заготовки освобождены и можно собрать домики из получившихся запчастей. Для склейки деталей я взяла клей для камня. Можно клей для плитки или даже тот же самый раствор, каким заливали домики. Замешиваем раствор до состояния густой сметаны или полужидкого теста и можно склеивать. Наносим смесь на бока торцевой детали, то, что с треугольным верхом, и пристыковываем к ней боковые стенки. Точно так же намазываем вторую торцевую деталь и окончательно склеиваем домик. Аккуратно заглаживаем швы снаружи и промазываем клеем изнутри торчащие концы сетки или проволочки, чтобы они оказались закрыты раствором. Мне этот процесс очень напомнил сборку чего-нибудь кондитерского, как будто коржи кремом намазываешь. Удобнее, если для такой работы у вас будет шпатель или что-нибудь вроде него, ну хотя бы ненужная пластиковая карточка. Но я почему-то совсем про него забыла и снимала излишки просто пальцами. Это, конечно, менее удобно и я немножко заляпала стенки грязными пальцами, но вот изнутри замазывать швы именно пальцами удобнее всего. После того, как домики склеены, снимаем чистым шпателем или хотя бы какой-нибудь дощечкой все лишнее, чтобы стенки получились ровные. Если где-то проступил шов или появилась трещина на стенке, можно нанести еще слой раствора и заровнять. И оставляем домики в покое еще на несколько дней, пока все не схватится. После высыхания шлифуем все лишнее. Поскольку формы гладкие, домики в шлифовке почти не нуждаются. Нужно пройтись только по швам. Ну и там, где я замазывала трещины на домиках первого замеса. Я шлифовала абразивной губкой с зерном 180. В процессе зашкуривания выяснилось, что один домик уже обзавелся жильцом. Жилец сбежал от греха подальше, уж очень стало пыльно и шумно. И, наконец, финишный этап. Поскольку у меня домики будут жить на улице и к тому же с цветами, а это означает постоянную влагу, я решила, что бетон хорошо бы защитить. Планировала купить какой-нибудь лак для камня, но потом мне на глаза попалась в магазине специальная силиконовая пропитка от влаги, и я решила ее попробовать. Она проникает в бетон на 15 мм. Во всяком случае, так написано на бутылке. И после ее нанесения влага с бетона скатывается как с обуви, обработанный спреем от влаги. Пропитку я наносила кистью по инструкции в 2-3 слоя. Второй слой нужно наносить до высыхания первого, и поэтому я покрывала одну сторону домика, а выдержав короткое время, сразу покрывала вторым. Бетон впитывал пропитку как губка, так что, думаю, насчет проникновения на 1,5 см вглубь они не врут. Покрывала со всех сторон, и снаружи, и изнутри, стараясь, чтобы не было потеков. Особенное внимание уделяю внутренней стороне. После того, как все домики искупались в пропитке, отправляем их сохнуть. Ну а пока можно заняться крышами и основаниями. Если вы планируете держать домик на подоконнике, то ему, конечно же, нужно дно. И я решила его сделать деревянным. Можно, кстати, также из бетона отлить. Крыши для тех домиков, которые будут служить светильниками, я тоже выпилила из дерева. Использовала для этого ненужный кусок мебельного щита. Основание домика я делала с расчетом, чтобы оно выступало примерно на полсантиметра за пределы домика. Крышу также планировала с припуском, чтобы она была шире домика на пару сантиметров. После того, как все детали готовы, шлифуем их вручную или шлифмашинкой, чтобы поверхность стала более гладкой, а заодно скругляем немного все торцы и углы. Сборка. Для крыш я выпилила по две детали. Одна пошире, вторая поуже. И чтобы сделать крышу, достаточно склеить эти две детали между собой уголком. Клеила, как обычно, на водостойкий ПВА. Соединение крепче дерева. С крышами цветочных домиков придется повозиться чуть больше. Я снова взяла сетку, которая армировала стенки, и вырезала кусок по размеру чуть больше крыши. Сгибаем кусок уголком по форме крыши и вырезаем квадратики по углам, чтобы можно было сделать из сетки нечто вроде корзинки. А также разрезаем сетку по сгибу до самых стенок домика. Отгибаем получившиеся крылышки, формируя стенки корзинок по торцам. Нужны небольшие бортики, и поэтому излишнюю высоту крылышек отрезаю. Получится что-то вроде буквы Л с загнутыми вверх портиками на макушке. Теперь сгибаем ножки буквы Л вверх, чтобы получилась уже английская W. И наконец отгибаем ножки у W вниз, чтобы они легли на боковые стенки домика. Остается обрезать лишнее на этих бортиках, и основание корзинки для цветов готово. Можно сплести его и из проволоки, хотя из сетки безусловно проще и быстрее. Дальше делаем каркас крыши, чтобы замаскировать края сетки. Ну и просто для красоты. Каркас я пилила из брусочка 19х19 мм. Одного двухметрового бруска с лихвой хватило на два домика. На уголок крыши я пилила брусочки под 45 градусов, чтобы был красивый стык. Всего понадобится 4 таких брусочка. И еще два отпиленных под 90 градусов на бока. Отпиленные брусочки слегка зашкуриваем, чтобы убрать заусенцы на спилах. И теперь можно все склеивать. Сначала клеим торцевые детали. Получится два уголка. После высыхания вклеиваем боковые брусочки. Здесь потребуется определенная эквилибристика, так как все легко разваливается. А чтобы все держалось, лучше стянуть детали струбцинами или на худой конец подпереть чем-то подходящим до высыхания. Готовые крыши красим. Я покрыла все морилкой цвета дуб. Если быть точный, то это не морилка, а тонирующая пропитка для внешних работ. Так что помимо благородного цвета, еще и защищает дерево, что очень актуально для меня, поскольку дерево будет находиться в непростых условиях. Можно дополнительно обработать рейки маслом, воском или другим защитным составом. Теперь можно окончательно собирать домики. Основание я приклеила к домикам при помощи монтажного клея. Мне его дал муж и сказал, что он все склеит. И на нем действительно написано, что он клеит бетон. Ну а крыши мы просто кладем сверху, чтобы можно было залезть внутрь. Лазить внутрь нужно, чтобы положить елочные гирлянды. Дома фонарики готовы. С цветочной крышей возни будет побольше. Надеваем на крышу с сетчатой корзинкой деревянный корпус. Переворачиваем все это дело и пристреливаем сетку с изнанки степлером. Дальше я взяла кокосовые вкладыши с фикс-прайсовской корзинки для цветов. Эти вкладыши, кстати, есть и в обе. Разрезала пополам, немножко расправила и уложила в корзинку. Все лишнее безжалостно отстригаем. Остается заселить крыши цветами. Лучше всего взять те растения, которые хорошо переносят малый объем почвы и частую засуху, то есть жителей альпинария. Для улицы это будут камнеломки, всевозможные суккуленты, очитки и тому подобное. Я посадила в один домик Алиссум, а в другой Молодила. Все промежутки заполняем почвой и готово. Наконец, внутрь можно просто поставить горшок с цветком. У меня получился целый жилой квартал. Смотрятся эти домики невероятно мило и станут чудесным украшением цветника, террасы, балкона или даже просто подоконника. Я небольшая любительница игрушек в саду, но это редкое исключение. Сразу хочется продолжить игру и посадить к домикам миниатюрные деревца, выложить дорожки и рассказывать всем, что там живут феи. Цвет можно провести и в домики с цветочными крышами. Только тогда крышу для полива нужно снимать и поливать отдельно, чтобы вода не попала на гирлянду. Давно заглядывалась на подобные деревянные домики с цветочными крышами, ну а в бетоне я надеюсь, что они окажутся еще и долговечными. Кстати, испытание водой бетон прошел достойно. Капли действительно скатываются с него без следа, так что пропитка работает. Ну а вечером можно устраивать иллюминацию. Когда мы достроим беседку, я думаю, что переселю мой миниатюрный городок на ступеньки у входа. Самое приятное, что такие домики можно сделать абсолютно любого размера и любой конфигурации. Кстати, мне кажется, очень классный вариант, если вы не хотите делать деревянную крышу, сделать такие домики в стиле европейских домов, как в Амстердаме, с такими вот фигурными фасадами. Наверняка вы видели картинки. Ну а кроме того, как я уже показала, можно их использовать абсолютно в разных ипостасях. Ну а теперь давайте посмотрим, что же получилось у Оксаны. У меня вышли очень крутые подносы для летних раскладок. Коктейли, пироги, фрукты, сыры. Я планирую провести это лето максимально красиво и вкусно. С нетерпением жду вас на своем канале, обещаю, будет интересно. Очень красивые подносы. Бегу уже смотреть и вы тоже отправляйтесь по ссылочке в описании под видео. Ну а я буду с вами прощаться, как обычно. Если это видео вам понравилось, было интересным и полезным, то поддержите его большими пальчиками вверх и подпиской. На сегодня все. Всем пока!